книга открытым оком тема суды том 30 вопрос 4078 если будут гнать христиан и даже может быть еще судить они только бессудной расправе придавать то не следует ли хотя бы приблизительно знать законы своей страны что говорить на суде вам же помогал кто-то когда вас судили отвечает игнатий тихонович лапкин помогал мне передав через следователя курьята вк дьякон бурдин сергей а но меня лишили последнего слова и потому эти материалы мне не сгодились ни разу россия это не фашистское государство где димитрову г помогло знание законов тут все иначе мы же избранные у бога как полагают патриоты а потому главным будет знание закона божьего и готовность страдать и умереть за христа послушайте как отвечают сегодняшние защитники народных интересов желающие чтобы всем русским было хорошо я молюсь за них чтобы они познали бога жили для бога и закончили жизнь в боге кавычки открываются государственный обвинитель в премиях запросила терехову и ф 4 с половиной года колонии поселения мне и сычеву 3 с половиной года колонии поселения на следующей неделе состоится оглашение приговора с вероятностью 90 процентов я буду взят под стражу и отправлен в тюрьму с последующей этапировкой в колонию поселения а посему убедительно прошу первое по возможности на максимальное количество известных вам адресов разослать с материалы моего слова в прениях и моего последнего слова в суде смотрите прикрепленные файлы я полагаю это будет способствовать нашему общему делу второе вашими силами организовать сбор средств для поддержки моей многодетной семьи на воле у меня остаются трое несовершеннолетних детей 1994 1997 и 2003 годов рождения также беременная жена которая должна родить в ноябре месяце реквизиты прилагаются 165 203 индекс амурская область город благовещенск улица политехническая 163 дробь один смирнова елена сергеевна банковские реквизиты город благовещенск улица зейская 240 благовещенская осб 86 36 счета надо ли зачитывать телефон сотовой 8 961 90 70 32 37 очень рассчитываю на вашу помощь братья остаюсь до конца преданным делом освобождения россии от иноплеменного ига пресс-секретарь амурского отдела срн евгений смирнов с нами бог и крестная сила принято в прениях на суде в городе благовещенске уважаемый суд 12 мая мы заслушали речь государственного обвинителя речь началась сводной части в которой указывалось на усиление борьбы с проявлениями экстремизма в россии которые якобы в состоянии ни много ни мало пошатнуть конституционный строй российской федерации при этом государственный обвинитель позволяла себе допускать голословные обвинения не подкрепленные ссылками на статьи действующей конституции рф речь представителя стороны обвинения опиралась полностью на содержательную часть прописанную в обвинительном заключении так несмотря на исследование всех материалов дела в судебном заседании и предоставлении стороной защиты неопровержимых доказательств о том что амурский отдел союза русского народа является лишь структурным подразделением всероссийской организации союза русского народа которая осуществляет всю деятельность в соответствии с частью 1 статьи 30 действующей конституции россии и федеральным законом об общественных организациях и политических партиях от 19 мая 1995 года сторона обвинения с упорством наставила на том что терехов и ф создал на территории амурской области экстремистское общество каковы же факты доказывающие эту гипотезу а никаких в то же время сторона защиты предоставила суду письмо за подписью председателя союза русского народа генерал-полковника и вашего л.г. и содержание которого становится понятно что всероссийская организация союза русского народа была воссоздана съездом делегатов с р.м. 2000 21 ноября 2005 года при участии великого русского художника клыкова м клыкова в м материалы дела имеется монтаж выданный терехову и ф за подписью клыкова в м который уполномачивает данное лицо создавать отделы с р.м. дальневосточном федеральном округе из показаний свидетелей обвинения обеленцева в н сухарева и в сасима и мы установлено в судебном заседании что с р.н. является всероссийской организацией а амурский отдел лишь его структурное подразделение процедура избрания председателя амурского отдела была выполнена 21 января 2006 года в соответствии с уставом с р.м. можно с уверенностью сказать что данная всероссийская организация никем никогда не запрещалась и никаким судом не признавалась экстремистской организации но если центральная организация никогда не была под судом то как можно объявить преступным ее филиал с какой стати тем более что никаких преступлений зафиксированных в судебном порядке организованная тереховым группа граждан не совершала гособвинитель многократно в своей речи утверждала что преступными деяниями являлось проведение заседания совета амурского отдела с р.н. и не поминаю что стих 31 действующей конституции еще никто не отменял она гласит граждане российской федерации имеют право собираться мирно без оружия проводить собрания митинги и демонстрации шествия и пикетирование представленные стороной обвинения голословные утверждения о наличии в группе единого преступного умысла и цели на планирование организации преступления в отношении лиц нерусской национальности не нашли своего документального подтверждения таким образом становится абсолютно понятным надуманность и лживость фабрикуемых обвинений со стороны обвинения по части 1 и части 2 статьи 282 пункт 1 ук рф о создании на территории амурской образовательности экстремистского сообщества государственный обвинитель ссылается своей речи на мою удовлетворительную характеристику предоставленную суду участковым экспектора и подшитую и подшиток материалом дела но и что же мы находим в данном документе может гражданин смирнов идет антиобщественный образ жизни употребляет алкоголь и наркотики беспрерывно дебоширит и скандалит с соседями или занимается развратом соблазняя неокрепшие молодые души отнюдь смирнов и п имеет постоянное место жительства является абсолютным трезвенником и примерным семьянином имеет на своем попечении трех несовершеннолетних детей 94 97 2003 года рождения имеет постоянный заработок являясь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица человек ранее несудимый уравновешенный так почему же все таки характеризуется удовлетворительно по месту проживания а вот почему как гласит характеристика составленная участковым инспектором удовлетворительно в силу его политических взглядов и мировоззрения вот так ни много ни мало представители власти в лице участкового инспектора сами свидетельствуют о заказном политическом характере данного в кавычках уголовного дела исходя из данной характеристики можно с уверенностью заявить что в отношении смирнов и п осуществляется политическое а не уголовное преследование то что я имею государственную награду защитнику свободной россии тоже является со стороны обвинения отягчающим обстоятельствам или как ведь я свое время выступал на стороне тех кто развалил советскую систему а сегодня именно эти граждане занимают ответственные посты на самом верху мы ведь по тем меркам тоже занимались экстремистской деятельностью не так не уважаемый суд представленными стороной обвинения материалы прослушивания разговоров на 23 июня 2006 года осуществлялось с нарушением части 1 статьи 186 упак у пк рф статьи 23 конституции рф части 1 статьи 13 у пк рф информация полученная кем бы то ни было в результате нарушения права на тайну сообщения является юридически ничтожной не может породить для лиц которых она касается никаких юридических последований так прослушивание переговоров терехова и смирнова осуществлялись незаконно в силу предъявленного им обвинения по статьям средней тяжести к тому же санкции суда на прослушивание гражданина смирнового оперативных сотрудников отсутствовало тем не менее тем не менее сторона обвинения кладет эти доказательства материал материалы дела и ссылается на них судебных премиях это лишний раз доказывает суду о предвзятости некомпетентности и ангажированности следователей прокуратура в мурской области выступление на митинге 28 января 2006 года граждан терехова и смирнова было узконаправленным и затрагивала тему заявленную в уведомлении а именно выражение протеста по поводу творимых красивых в россии политических репрессий интервью терехова и смирнова после митинга не показала ни одна из присутствовавших телекомпании города ни договоров ни финансовых соглашений между тереховым и смирновым с одной стороны и телекомпаниями города с другой стороны стороной обвинения не было предоставлено суду в качестве доказательств что данные граждане совершали свои деяния с использованием и средств массовой информации тем не менее недопущение к эфиру интервью терехова и смирнова сторона обвинения кладет в основу предъявленного обвинения я отвергаю домыслы государственного обвинителя о том что наша деятельность явно противоречит этическим правилам и моральным нормам поведения в обществе я заявляю что активная гражданская позиция основанная на конституционном праве на объединение граждан и направленное на оказание помощи гражданам стремящимся к самоорганизации в общественно-политическое движение для решения насущных проблем русского народа является самой моральной и самоэтичной а моральной же является позиция следствия оперативных служб фабрикующих материалы уголовного дела склоняющих неустойчивых граждан к лже свидетельству извращающих факты в угоду заказчикам нашего уголовного преследования слушая выступление государственного обвинителя у меня сложилось устойчивое мнение что сторона обвинения игнорирует проведенную судом работу судебном следствии так из речи государственного обвинителя несколько раз звучала фраза о том что смирнов еп был одет в форменную курсу черного цвета с нашитыми атрибутами экстремистского сообщества а как видно из материалов оперативной съемки нам не было одета простая кожаная куртка без атрибутов к тому же китайского производства все это свидетельствует что сторона обвинения не утруждает себя излишней кропотливой работой по сбору и предоставлению суду качественные доказательств вины подозреваемых выражая тем самым крайнюю степень неуважения к судебной системе рф что касается утверждения стороны обвинения что так называемое экстремистское сообщество использовала на митинге свои черно-желто-белые флаги которые также унижали человеческое достоинство граждан иных национальностей это лишь доказывает абсолютную историческую неграмотность и наплевательское отношение к собственной истории страны которая недопустима со стороны лиц занимающих такие высокие ответственные посты специально для государственного обвинения я процитирую историческую справку чтобы впредь с ее стороны не звучало столь безграмотных ляпсусов указом александра второго от 11 июня 1858 года был введен черно-желто-белый гербовый флаг слова гербовый кавычки взят указ утвержден с сенатом года подогладу министра императорского двора графа в адлер бера разработчиком флага явился вероятно б кенне объяснение выбора такого флага содержится в тексте указа полное собрание законов российской империи том 33 номер 33 289 сторона обвинения заявила о своей речи цитата оценка показаний свидетелей являются достоверными и могут быть положены в основу обвинения но если они достоверны то как бы с показаниями тех же свидетелей обвинения обеленцева сухарева сасима и м кахридзе барабаша п логачева с корякина в дуденкова дульченко которые заявили что призывов к насильственному свержению конституционного строя и призывов к расправе с лицами еврейской и иных национальностей со стороны обвиняемых не было показания свидетеля дегтярева о том что в выступлениях терехова и смирнова звучали призывы к расправе с лицами еврейской национальности и выходцами со средней азии являются заведомо ложными ибо просмотр оперативной съемки как и не установил так и не установил выступление направленных против лиц еврейской национальности и выходцев со средней азии а это влечет привлечение к уголовной ответственности по части 1 статьи 307 ук рф при открытии судебного заседания судьей коноваловой т.н. в соответствии со статьей 267 упк рф мне были разъяснены мои права в судебном заседании руководствуясь частью 4 пункт 3 станут статьи 47 упк рф я дал согласие дать показания на стадии судебного следствия после оглашения и исследования всех доказательств по данному делу в ходе судебного следствия судок было удовлетворено ходатайство а вызове в зал судебного заседания экспертов проводивших комплексную филологическую лингвистическую политическую экспертизу эксперты в зал судебного заседания для дачи показаний по существу не явились что явилось нарушением судебной процедуры ибо решение суда являются обязательными для всех граждан рф далее произошло следующее судья коновалова т.н. своей властью лишает меня права давать показания на стадии судебного следствия которые мне гарантирована частью 4 пункт 3 статья 47 упк рф еще раз я настаиваю я был согласен давать показания на стадии судебного следствия но так как не были до конца исследованы все обстоятельства дела то меня автоматически лишили права защищаться в суде всеми доступными и не противоречащими закону способами я понимаю желание наших политических оппонентов пересажать нас по тюрьмам до зонам чтобы исключить раз и навсегда здоровую политическую конкуренцию и лишить других граждан воли к выражению своей гражданской позиции нас судят за мысли убеждения и позицию следовательно мы являемся узниками совести и лицами в отношении которых власть применяет политические репрессии случае вынесения обвинительного приговора мы становимся политическими заключенными со всеми вытекающими отсюда последствиями для действующего режима действующим президентом россии много слов было публично сказано о построении правового государства и диктатуры права так вот специально для чиновников всех эшелонов опираясь на высказывания президента страны я заявляю на самой высокой ступени во внутреннем праве россии стоит конституция об этом однозначно говорит ее статья 15 пункт 1 конституция российской федерации имеет высшую юридическую силу прямое действие и применяется на всей территории российской федерации законы и иные правовые акты принимаемые в российской федерации не должны противоречить конституции российской федерации органы государственной власти органы местного самоуправления должностные лица граждане и их объединения обязаны соблюдать в конституции Российской Федерации и законы. И вот статья 29 Конституции указывает, цитата, пункт 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Пункт 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Четвертое. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Пятое. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. А ведь есть кое-какие юридические нормы посильнее Конституции и всех других внутренних законов. Ведь наивысшую юридическую силу, превышающую внутреннее право, в нашей стране имеют международно признанные принципы и нормы, а также международные договоры, как о том гласит пункт 4 статьи 15 Конституции России. Я процитирую ряд таких документов, которые наши суды обязаны знать наизусть и ставить под любым российским законом и даже над Конституцией России. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Ратифицированная Россия. Федеральный закон от 30 марта 1998 года. Номер 54 ФЗ. Цитата. Вернее название. О ратификации, конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней. Закрепляет, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Статья 10 пункт 1 Конвенции. Таким образом, статья 10 Конвенции провозглашает право на свободу выражения. При этом особенно важно, что статья 10 Конвенции охватывает не только информацию или идеи, которые встречаются благоприятно или рассматриваются как безобидные, либо нейтральные, но также и такие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство. Решение Евросуда от 7 декабря 1976 года. Тут дальше на каком-то языке, не могу прочитать. HIDES FD на английском United Kingdom опубликована в Сириес А24. Для Евросуда решение которого, напомню, обязательно для России. Одним из факторов особой значимости является роль, которую играет пресса в демократическом обществе. По мнению Евросуда, долг прессы состоит в том, чтобы сообщать любым способом информацию и идеи по всем вопросам, представляющим общественный интерес. При этом журналистская свобода включает также возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации. Европейский суд по правам человека и защита свободы слова в России. Прецеденты, анализ, рекомендации. Том 1. Москва. Институт. Проблем информационного права. 2002 год. Страница 139. 1992. Так, в постановлении по делу Лингенес против Австрии 1986 года Европейский суд по правам человека указал, что, цитата, свобода печати наделяет общество одним из самых совершенных инструментов, позволяющих узнать и составить представление об идеях и позициях политических лидеров. В более общем виде можно сказать, что свобода политической дискуссии составляет стержень концепции демократического общества, которая проходит через всю конвенцию. Конец цитаты. Таким образом, правильное применение конвенции предполагает обязательный учет практики Евросуда общего понимания права человека на выражение своего мнения. Я вкратце процитирую также и другие международные правовые документы в поддержку своей позиции. Документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ принят 29 июня 1990 года 30 государствами-участниками совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Двоеточие. Кавычки открываются. Пункт 9. Государства-участники подтверждают, что Каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения, включая право на общение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных властей и независимо от государственных границ. Пункт 26. Государства-участники признают, что жизнеспособная демократия зависит от существования как составной части национальной жизни демократических ценностей и практики, а также широкого круга демократических институтов. Они будут поэтому поощрять, облегчать и там, где это целесообразно поддерживать совместные практические усилия и обмен информацией, идеями и опытом между ними и в рамках прямых контактов и сотрудничества между отдельными лицами, группами и организациями в областях, включающих следующее. 1. Журналистику, независимые средства массовой информации, интеллектуальную и культурную жизнь. 2. Всеобщая декларация прав человека и международный пакт о гражданских и политических правах. 1. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу, беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. 3. Это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения или иным способом по своему выбору. 3. В середине 1970-х диссиденты в конец замордованные режимом выдвинули в кавычках неубуенный лозунг, которому власть не могла предъявить претензии. 4. И оттого особенно эту власть бесившей они требовали просто ясно – выполняйте свою конституцию. 5. Мы, политические диссиденты с начала 21 века, видимо, полностью поддерживаем это требование и призываем судебные и прокурорские органы современной демократической России безусловно соблюдать свою конституцию и те международно-правовые документы, которые ратифицировало руководство страны. 6. Государственное обвинение запросило у суда для меня 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. 7. Я так понимаю, сторона обвинения решила внести свой посильный вклад в празднование года семьи, которую торжественно и с помпой намечено отмечать в демократической России. 8. По глубокому убеждению государственного обвинителя, наличие трех несовершеннолетних детей и ожидание четвертого должно быть отягчающим обстоятельством в современной России. 9. Пусть в отсутствии отца они передохнут за голода, зато это обстоятельство будет свидетельствовать о том, чтобы русские люди многократно задумались над решениями демографического вопроса в стране, победившей всеобщей толерантности и тотальной демократии. 10. Я прошу не выносить заранее неправосудного решения, которое все равно в соответствии с международно-правовыми документами придется отменять, а лиц, незаконно подвергнувшихся политическим репрессиям, реабилитировать. 10. Исходя из вышеизложенных обстоятельств дела, я прошу Благовещенский городской суд оправдать меня в зале судебного заседания в связи с отсутствием в моих деяниях состава преступления. 10. Спасибо за внимание. Евгений Смирнов. 15 мая. 2008 год. Конец цитаты. Далее Игнать Тихонович приводит место священного писания. Евангелие от Матфея, 10 глава с 19 по 22 стихи. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. «Придашь же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевшие же до конца спасется». Послание к филиппийцам, 1 глава с 28 по 30 стих. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во Мне и ныне слышите о Мне». На опыте прошедших поколений мы учимся ошибкам большей частью. Чадит отпущенное, наконец истлеет, Бог через плоть к душе не достучался. Он у дверей, истоков всех болезней, Христос стучит и долго ожидает. Как будто вымерли, в подвалы все залезли, считая дом свой крепостью, державой. Читая Библию, мы точно познаем о горе и беде, закрывшихся от Бога. Саркома в тех мозгах и узок окоем, и просят отойти от них, и их не трогать. Нередко целые народы, континенты, в стерильной чистоте от голоса пророков, казнь приближалась. Их Господь пометил, наслал беду и, сдвинув с места, проклял. Идет история кругами и спиралью, витки греха нам матовая круто, законы совести и Библии попрали, и пыль, и дым с незавершенным кругом. Нигде ничто бесследно не исчезнет, оставит след и опыт передаст. Содом с Гаморой погрузились в бездну, там с лесбиянкой мерзкой педераст. Вникайте, трепещите, масоны и жиды, всераспинатели Христа, его заветов. И если первый мир Господь не пощадил, то как спасется атеист и скептик? Примера в гибели нам выдан океан. Черту всем извергам псалтирь подводит четко. Трясется Каин, груб презренный хам. Сексоты все, бегущие с поклепом. Вникаем в образы, дошедшие до нас. К нам через них стучится в совести Скупитель. Кто сноем в церкви корабле тех спас, а прочие раздавлены, несчастьем все убиты. 19 ноября 2008 год. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Игнатия Лапкин Тряск Тряску